всем привет с вами андрей сегодня работа хотя и суббота шеф попросил полдня по работам сейчас приехал на дачу мои все уже там приехали пораньше работают вот выписал себе шлифовочные круги 50 штук что сегодня немножечко тоже поработать от стуки сергей давай 5 спасибо что ты сделал там я заметил так ну что все я переоделся уже теперь я работаю а серега отдыхает дамы поменялись я тоже переоделся серега уже переоделся пошел наработал теперь он заканчивает свое блюдо блюдо это турецкая называется если по-русски перевести или на русский лад это будет шаурма лепешка внутри мяса салат и огурец помидор плюс соусы такие соусы есть у нас разные турецкая пицца да то есть наподобие кноублаух это чеснок с чесноком это у нас с креветками там что-то еще и здесь горчица и короче разные соусы это огурчики да 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 но они очень острые да серега я себе да кто любит остроту можете и вот специальные такие лепешки этого турков взяли тонкой лепешка и на ней уже намазано я не знаю как называется правильно фарш какой-то да зелень есть и фарш возможно там есть кому ты хотел сказать спасибо за этот рецепт да наверно да наверно за рецепт за за блюдо которые мы делали семье курс и пол палыч отдельно спасибо да голове семье ну и всем остальным тоже спасибо за приглашение было вкусно и вот сейчас решили сделать нашу турецкую пиццу ну вот серёга как все нарежет потом на покажем что получилось таким же макаром надо помидоры резать тоже тоненько мелко как наверное я не знаю что они делают такое не делают называется турецкая пицца турецкая пицца да но пока серёга режет я пойду свои дела сделаю потом позовешь на резать резать помидоры будете знать да так и сделаем когда ты приготовишь ты мне позовешь все я пошел работать я вот это хочу попробовать потому что я вот видел они из таких лепешек по продают прямо вот эту пиццу турецкую а это уже как обычно хлеб да по моему тоже вкусный хлеб как бы тот и тот но пока сергей готовит турецкую пиццу я здесь занялся столом наконец-то у меня дошли руки вот сейчас столешницу раздвинул то есть это она вот эта часть она складывается вот эти две половинки они уменьшаются и стол примерно сантиметров на 60 становится короче вот это я сейчас все снимаю полностью старую краску лак и буду я новой краской покрывать а лучшим маслом специально есть отверстие для зонта так как это стол для дачи предназначен здесь я вижу как говорится старость берет свое или просто кто-то задел ну это я попробую или заклеить или на тоненький гвоздик сперва я зашлифую так что работы хватит я уже начал тут немножко обрабатывать хоть стол и старая но из него можно соки выжать то есть сейчас я уберу старую краску сверху пройдусь маслом и когда масло высохнет можно пройтись еще бесцветным лаком чтобы он дольше стоял под дождем или под открытым небом но обычно такие столы стоят где-то под навесом или где-нибудь на террасе в частном доме или на даче что ты хочешь чем ну с фаршем давай да а мне можно просто одного фарша лепешка много останется а вот так серьги накладывают там конечно в оригинале мясо без фарша но на тоненько но у нас мясо есть тоже вот если что ну это не нам но я понимаю но просто что да хватит столько да потом да в лук я не заходим на соус в конце да 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 конечно лук лук помидор огурец но и немножко вот этого чесночный да чесночный соус пошел я не знаю много не много будет просто чтобы но мы попробуем как говорится первый блин комом теперь аккуратно завернуть все надо было посмотреть как эти турки заворачивают но в турецком магазине когда заказываешь понаблюдать ну как-то так тоже вроде нормально тоже у тебя так как получается как называется не пельмени а какой я не думаю да нормально нормально серёга оставь все теперь его просто заверни в фольгу и можно разогревать так после этого как мы завернем фольгу серёга говорит что это идет все в духовку минут на десять ну да чтобы она разогрелась горяченькая чтобы как-то ее можно сейчас кушать она уже готовая но холодная горячая будет вкуснее если посмотреть то стол старый и вот эти дощечки они неровны с годами где-то одна просела друга чуть выше стала когда ты шлифуешь машинкой то видите что края кое-где остаются то есть надо каждую дощечку отдельно проходить ну и здесь вот косяк я попробовал так прижал немножечко снял вот такой набор небольшой в каждом отделе свой размер гвоздей лежит вот я попробую вот этим маленьким и вот сюда такая пицца получается уже разогрели а можно ножик чтобы я разрезал показал я разрезал показать вам что здесь фарш плюс все помидорчики огурчики и короче буду пробовать надеюсь вкусно или врешь да вкусно-вкусно точно да готовить потому что конечно готовить лет через пять почему через пять можно даже на следующий выходной а если хочется немножечко остроты что там такое это уже торопится то можно вот такие штучки попробовать что сходила я за добавка серёга все-таки вкусно этого пицца турецкая вот я сейчас второй а это с чем я посмотрю тоже какой-то все-то да ну что наш повар серёга спасибо тебе за угощение такое вкусное да ставим лайки подписываемся серёга сделает новый рецепт он их откуда-то берет из лепешек да и кофе можно мама где там голос за кадром она часть чай спрашивает кому что покажи небольшая пауза кофейная на улице похолодало солнце скрылась туси вылезли и ветер подул так вот главное чтобы не было дождя потому что начал красить стол ну вот я вам хочу показать эту сторону я прошел на раз если где-то какие-то пятна светлые будут я могу пройтись еще тогда будет темнее эта сторона у меня еще пока не крашеная вот эти два гвозди к здесь я сделал конечно одни как говорится не супер-пупер но если закрасить то пойдет все-таки это уличный стол он видно что да потрепан это повесь здесь я тоже вот заметил не очень красиво сразу проклеиваю вот эти чопики так как они раз клей уже высох заливаю немножечко и потом вставляю серёга принимай работу все вот помог серёга принести сейчас мы посмотрим вот такой столик заново отшлифованы покрашены можно его теперь увеличить дан на 60 сантиметров раздвигается два раздвинем посмотрим как он будет выглядеть но он же отстёгнутый вы просто надо тянуть раз легким движением руки это у нас уберем клей немножко но высохнет конечно потом осторожно так вот здесь немножко надо еще убрать до чтобы так все до конца и здесь вот здесь смотри тут тоже немножко как-то не очень да тут надо вот так раз и все потом обратно давай тогда но тут уже все они должны в пазы вставать и у нас получается вот такой стол серёга можно гулять до зонт ставишь и все отлично нормально да крутой такой столик получился вот он но все серёга стол можно теперь разбирать но вот эта вставка оказывается 50 10 сантиметров до но серёга серёга поправляет меня он же любит с метром работать я каждый день работаю с такой штукой у меня их три или четыре штуки про запасно да все давай разбираем и все стол вот получился я пошел за ключом скажи вот так